Привет из Турции! Я приехала отдыхать на все включено в популярный пятизвездочный отель Annabella Diamond. Это недорогая пятерка на первой линии Волани, которая находится на очень хорошем пляже. У отеля много хороших отзывов. Давайте посмотрим, какой он. Пятизвездочный отель Annabella Diamond расположен прямо на берегу Средиземного моря в туристическом районе Инжикум. Он был открыт в 2012 году. Annabella Diamond состоит из одного здания и насчитывает 230 номеров. В лобби гостей встречают приветственными напитками и фруктами. На ресепшн есть русскоговорящие сотрудники. Заметно, что в интерьере уделили внимание деталям. В лобби очень приятно находиться. Отель Annabella Diamond занимает компактную зеленую территорию площадью 10 тысяч квадратных метров. Перед основным корпусом расположен просторный бассейн. Тут есть водные горки и детская аквазона. Вокруг бассейна расставлены мягкие лежаки и зонтики. Мест достаточно. Из бесплатных развлечений тут есть мини-гольф, настольный теннис и тренажеры. Анимация в отеле Annabella Diamond ненавязчивая и активная. В течение дня туристам предлагают заняться аэробикой, пострелять из ружья, поиграть в дартс и спортивные игры. Для детей в отеле есть игровая площадка и мини-клуб. Я заметила, что с ребятами тут реально занимаются. Для любителей спокойного отдыха работает спа-центр. Хамам и сауну можно посетить бесплатно. За дополнительную плату здесь предлагают массаж и различные процедуры. А еще тут есть бесплатный спортзал и крытый бассейн. В отеле Annabella Diamond работает два бара. В концепцию «все включено» входят безалкогольные напитки, турецкий алкоголь и коктейли на его основе. Кроме того, в течение дня в снэк-баре предлагают различные закуски, сытные турецкие блюда, сладости, мороженое и фрукты. Выбор хороший. На территории отеля продают фрукты, одежду и сувениры. А через дорогу есть несколько супермаркетов. Но я бы советовала пойти на шопинг в другое место. Всего в двух километрах находится курортный поселок Авсалар. Также вы можете сесть в автобус и доехать до более крупных туристических городов Воланью или Мановгат. Давайте посмотрим, как выглядит стандартный номер в отеле Annabella Diamond. Официальное заселение в отель начинается в 2 часа. Я приехала в 9 утра. Меня сразу отправили на завтрак, а уже потом дали номер. Сразу ставлю отелю плюсик за раннее заселение. Я бронировала стандарт. Давайте посмотрим мой номер. На входе стоит шкаф. Здесь отделение с полками и стоит сейф. Сейф платный, причем стоит он целых 2 евро в сутки. Мне кажется, многовато для сейфа. Здесь есть тапочки, а вот халатов нет. С этой стороны отделение с вешалками довольно просторное. Здесь ванная комната. Ее посмотрим чуть позже. И зеркало в полный рост. Теперь идем в основную часть комнаты. Тут находится двуспальная кровать и одна дополнительная односпальная. По краям стоят тумбочки и небольшие светильники. Напротив кровати стоит столик и висит небольшой телевизор. Тут находится уголок для приготовления чая и кофе. Чай и кофе дают бесплатно. Тут же находится мини-бар. Давайте в него заглянем. Здесь четыре бутылки лимонада и вода. Лимонад пополняется только в день заезда, а потом каждый день приносят только воду. В номере есть кондиционер. Здесь находится небольшая зона отдыха. Wi-Fi в отеле платный 1 евро в сутки. А теперь давайте сходим на балкон. На балконе у меня очень шумно, потому что номер выходит окнами на дорогу. Здесь проходят трассы, ездят машины, поэтому получается громко. Здесь находится зона отдыха и небольшая сушилочка для бельян. В отзывах я читала, что люди очень часто жалуются на шумоизоляцию в этом отеле. Я здесь переночую и утром обязательно вам расскажу. Но хотя я вижу, что окна плотные, и вот днем машин не очень слышно. Но я думаю, ночью, когда все-все затихает, может быть иначе. Посмотрим. Ванная комната здесь не слишком просторная. Я бы даже сказала, она маловато. Вижу, что здесь чисто, но ремонт, видимо, был давно. Сантехника вот немножечко потертая, хотя она качественная, хорошего бренда. Здесь гигиенический набор. Ватные диски, палочки и шапочки для душа. Полотенца здесь чистые, но не белоснежные. Видно, что они не новые. Еще в номере есть фен. В душевой кабине чисто, ни плесени, ни пятен. Мыло и гель для душа, шампунь, налитый вот в такие дозаторы. Причем это средство два в одном. С одной стороны, это экологично. Я всегда радуюсь, когда что-то в отеле экологично. Но с другой стороны, это пятизвездочный отель, и можно было бы сделать несколько дозаторов. Шампунь, гель для душа, бальзам для волос, например. Тут как-то скромненько. В целом номер произвел на меня хорошее впечатление. Тут приятно находиться, он чистенький, аккуратный. Я бы, конечно, обновила технику, может быть, где-то мебель, но в целом неплохо. Напишите, что думаете об этом вы. Как считаете, достоин этот номер пятизвездочного отеля или нет? Я часто читаю отзывы и вижу, что некоторые туристы пишут, будто в турецких отелях к россиянам относятся хуже, чем к иностранцам. Я считаю, что это не так, и своим примером всегда это доказываю. Мне кажется, что все зависит от конкретного человека. А еще я знаю несколько секретов, которыми готова поделиться и с вами. В своих видео я буду иногда это рассказывать, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои лайфхаки. Сегодня поделюсь с вами первым секретом, который пригодится вам не только в отелях, а вообще в путешествиях по Турции. Секрет в том, чтобы выучить несколько фраз на турецком языке. Местные жители обожают, когда иностранцы пытаются говорить на их языке. Даже если они говорят с акцентом или что-то произносят неправильно, неважно. Им очень это нравится, и они стараются вас как-то выделить, порадовать, всегда очень хорошо к вам относятся. Запомните этот лайфхак. Сама я тоже только начинаю учить турецкий язык, знаю несколько базовых фраз и самых популярных слов. Я начинала учить турецкий по урокам на ютубе на канале Юлия Аколын. Это дипломированный преподаватель. Она живет в Турции 14 лет и почти столько же преподает турецкий язык. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку на канал Юлии, а также на ее бесплатный марафон. Он состоит из пяти уроков и поможет вам освоить базовые фразы, научиться строить конструкции, задавать вопросы на турецком языке и легко находить общий язык с местными жителями. Это не только теория, но и практические задания. Еще раз подчеркну, что этот марафон бесплатный и не скучный. Учить турецкий будет интересно. Если вам захочется продвинуться дальше, вы всегда можете приобрести курс Юлии, и там будет уже углубленное изучение турецкого языка с устной и письменной проверкой домашних заданий. В общем, переходите по ссылочкам, которые я оставила в описании под видео, и начинайте учить турецкий язык. Я уверена, что вы еще не раз скажете мне за это. Саша, teşekkür ederim! Чем кормят в отеле Annabella Diamond? Я покажу вам шведский стол в основном ресторане. Начнем с завтрака. Сразу отмечу, насколько стильно выглядит ресторан. Кажется, что недавно тут была реновация. Выбор еды на шведском столе меня приятно удивил. В зоне на улице готовят различные горячие блюда из яиц и овощей. Предлагают сосиски и кашу, а также тосты и горячие лепешки прямо из печи. В основной части ресторана тоже царит разнообразие. Тут есть сыр и ветчина, йогурты и хлопья с молоком, а также суп, свежие овощи и соленья, фрукты и сладости. Отдельно похвалю выпечку. Выбор булочек тут очень достойный. А к ним предлагают несколько видов варенья, мед и шоколад. В ресторане есть холодильник с питанием для маленьких детей. Из напитков по утрам предлагают чай, кофе и сок. На мой взгляд, готовят в отеле вкусно. Теперь посмотрим обед. Тут два вида супа, несколько блюд из мяса и рыбы, жареные овощи, популярные гарниры. На шведском столе есть уголок вегетарианского питания. Отмечу, что основные блюда тут разнообразные. Есть как привычная еда, так и что-то нестандартное. Днем на территории отеля Анабелла Даймонд работает снэк-бар, в котором можно полноценно поесть. Возможно, именно поэтому во время обеда в основном ресторане никогда нет очередей. Мне понравился выбор свежих овощей, салатов и холодных закусок. Заметно, что отель не экономит на питании. Вот такие фрукты туристам предлагают в мае. Десертный стол тоже меня порадовал. В отеле хороший выбор сладостей, и поданное они красиво. Теперь посмотрим ужин в отеле Анабелла Даймонд. Отмечу, что по вечерам в ресторане гораздо больше людей. За интересными блюдами выстраиваются небольшие очереди, но они движутся быстро и не создают проблем. А еда никогда не заканчивается. Официанты и повара внимательно за этим следят. Вечером на шведском столе всегда есть суп, несколько блюд из мяса и рыбы, а также овощи и различные гарниры. В ресторане непрерывно пекут пиццу и турецкие лепешки пиде. Холодные закуски тут почти такие же, как на обеде, но часть салатов все же изменилась. Май в Турции – сезон клубники. Однако не все отели предлагают ее гостям. Приятно, что в Анабеле туристов ей все же угощает. Только посмотрите, какие красивые и аппетитные десерты на шведском столе. Из напитков по вечерам есть чай и кофе, сок и лимонад, айран и турецкий алкоголь. Один раз в течение отдыха гости могут бесплатно посетить рыбный ресторан Alicard с обслуживанием по меню. Напишите в комментариях, понравился ли вам выбор еды в отеле Annabella Diamond. По вечерам гости отеля Annabella отдыхают в баре с коктейлями или гуляют по территории. Аниматоры развлекают детей на мини-диско, а затем устраивают шоу для взрослых. Уже утро, я отлично выспалась, но так же я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Только потому, что у меня были беруши. Как и писали в отзывах, шумоизоляция в этом отеле не лучшая. Я слышала и шум от дороги, и соседей. Приглушенно, но все же слышала. Чтобы избежать шума от дороги, я советую вам выбирать номера с видом на море. Тогда вы будете спать спокойно, потому что дискотек и громкой музыки здесь нигде нет. Чтобы не слышать соседей, я советую вам взять все-таки беруши. Тогда вы будете хорошо спать. Давайте посмотрим, какой пляж у отеля Аннабелла Даймонд. К нему ведет ухоженная зеленая дорожка. Отель Аннабелла стоит на первой береговой линии на пляже Инджикум. Это очень хороший песчаный пляж с классным заходом в море. Участок у отеля не очень большой, но мест, мне кажется, здесь достаточно. Пляж оборудованный. Здесь есть кабинки для переодевания, души. Неподалеку находится бар, где можно полноценно пообедать, и в течение дня здесь предлагают напитки. Также есть бесплатные полотенца, которые можно менять каждый день. Лежаки здесь мягкие. Тут есть и зонтики, и навесы. Сам пляж Инджикум очень длинный. Если вы любите гулять по берегу, то вам точно здесь понравится. Можете уйти туда далеко-далеко. Купаться можно в любом месте, не обязательно на своем участке, но участок у отеля Аннабелла тоже очень хороший. Иногда сюда выносят камушки, но их очень быстро убирают. Никаких подводных плит, ничего здесь такого нет. Заход очень плавный и комфортный. Рядом с Аннабеллой работает центр водного спорта. Отелей на пляже Инджикум не слишком много, поэтому он не кажется чересчур переполненным даже в разгар сезона. Я однозначно рекомендую Инджикум для отдыха в Турции на все включено, в том числе с семьям с маленькими детьми. Даже в ветреный день тут были крошечные волны. Чаще всего море тут вообще очень спокойное. Я отлично отдохнула в отеле Аннабелла Даймонд. Номера здесь оказались средненькие, а вот питание, сервис и пляж просто отличные. Мне кажется, что этот отель подойдет тем, кто ищет какую-то недорогую пятерку для отдыха в Турции. Да, она не идеальная, минусы здесь есть, но все-таки вариант достойный. Я однозначно советую вам рассмотреть его для своего отдыха в Турции на все включено. Заглядывайте в описание под видео. Как и всегда, я оставила там для вас много полезной информации, краткое описание отеля и ссылочку, по которой можно проверить цены на путевки из вашего города. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился отель Аннабелла Даймонд. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков из Турции и не только. Субтитры создавал DimaTorzok